Разбил стекла автомобиля, открыл дверь и забрал ребенка. Семейный конфликт, ставший достоянием общественности, произошедший рядом с остановкой Чулман в набережных Чулнах, вызвал резонанс в социальных сетях. Из видео было понятно, что девочка ехала с мамой в машине. Отец был явно против и забрал ребенка с силой. Анна Городнова узнала, что предшествовало этим событиям и как повернулись обстоятельства позднее. Это видео облетело все социальные сети. Мало кого оставило равнодушным. Кто-то был на стороне матери, считая, что разборки родители дети видеть не должны. Кто-то считал, что прав отец. О причинах и последствиях все могли только догадываться. Алсуфа Фаризова — мама девочки, которую в тот день забрал отец, разбив стекла машины. По словам девушки, ребенок стал заложником бракоразводного процесса. В суд иск о расторжении брака был направлен 24 мая. Конфликт с супругом произошел 12 июня, когда женщина ехала с дочерью в деревню. После придорожной ссоры она не виделась с ребенком. Муж прекрасно знал о том, что я обратилась в суд с заявлением о разводе и место определения ребенка. Но не дожидаясь решения суда, он отобрал у меня дочь. Он говорит, как получается, давай подпишем мирное соглашение, то, что ребенок остается у него. И только потом он, получается, даст мне видеться с ребенком. Двугодовалая девочка сейчас находится с отцом. И теперь на законных основаниях соответствующее решение вынес суд на предварительном заседании 25 июня. Несмотря на то, что представитель отдела опеки и попечительства города Набережной Челны дала заключение, что ребенка целесообразно оставить с матерью, суд принял решение оставить ребенка до решения суда с отцом. При этом вопрос о порядке общения ребенка с матерью разрешен не был. Алсу Фаворизова намерена обжаловать это решение. Кроме того, она обратилась к ходатайствам об определении порядка общения с ребенком. Суд назначен на 19 июля. Что касается отца малышки, то от комментариев он отказался, объяснив это желанием уберечь дочь от внимания общественности. Анна Городнова, Ланна Шкапранова, Андрей Буслаков, Вызов 112.